Лапша Лапша – одно из древнейших блюд, которые придуманы человечеством. Ну, действительно, что может быть, казалось бы, проще – взять, просто раскатать тесто и порезать его на тонкие-тонкие полоски, соломку. Конечно, есть мнение, что блюдо это зародилось в Китае, в азиатской кухне. Ну, на самом деле, те или иные виды этой лапши вполне могли возникать независимо в других регионах. Ну, это же не изобрести колесо, в конце концов, да, а просто лепешку из теста мелко порезать. Чем хороша лапша? В отличие от просто хлеба или вот той же просто хлебной лепешки, лапша – это все-таки еще и консервы. То есть не просто вот сухарь хлеба, который можно взять с собой, да, там, куда-то в поход, да, или в путешествие, а мелко нарезанная лапша – это прекрасное блюдо, из которого можно в любой момент сварить суп, например, сделать, ну, горячее блюдо, ну, например, там, лагман среднеазиатский, добавив там мясо, овощей. Вот, и хранится эта лапша, может, годами совершенно не теряя своих свойств. То есть это действительно такой консерв, да, средневековый, да, который был очень полезен в той кухне. Ну, конечно, лапша – это не только рецепт. Все-таки для азиатской, китайской, прежде всего, кухни – это, конечно, еще и огромная культурная традиция. Не случайно в Китае говорят, что жизнь человека измеряется тремя чашками лапши. Лапшу подают при рождении ребенка, гостям. Лапшу готовят на каждый день рождения, и тогда длина этой лапши – это своего рода пожелание, долголетие, юбиляру. Ну, и, наконец, лапшу подают и в трагический день, когда прощаются с человеком. И тогда вот эта длинная лапша – это символ того, что память об этом человеке долго-долго еще сохранится в наших сердцах. Нужно сказать, что лапша достаточно быстро вошла в рацион азиатских народов, да, ну, например, соседних с Китаем, Японии, да, где, кстати говоря, вот она была даже одно время дешевле риса. Вот, и поэтому это была такая народная пища, в отличие от риса, которым питались уже более обеспеченные люди-аристократы. Лапша и сегодня, собственно, такой вещь, которая привлекает в китайскую, в восточную кухню. Обычное заведение лапшичное, да, в Сингапуре несколько лет назад было отмечено даже в гиде Мишлен, вот, в результате чего туда выстраивались огромные очереди из иностранных туристов. Какой бывает лапша? Ну, конечно, она делится, ну, просто по форме, естественно, да, длинная, короткая, толстая, плоская, круглая. Вот, в Италии их, наверное, несколько десятков сортов, которые, да, имеют свои собственные наименования. Помимо этого, лапшу делают из разных продуктов, да, то есть это может быть пшеница, это может быть гречка, которая и у нас, так сказать, гречневая лапша популярна, и там, скажем, в Азии, в Японии. Это может быть и, например, горох. Сегодня слово тукмачи мало что говорит современному россиянину, а, между прочим, это наше старинное средневековое блюдо гороховая лапша. Ее еще называют вятской лапшой, ну, по региону, где она была наиболее популярна. Так вот, это гороховое тесто в процессе приготовления добавляют туда яйцо и добавляют еще конопляное масло или конопляный сок, вот, выжатый из семечек. Все это, естественно, замешивается, нарезается тонко. Ну, лапша, она и есть лапша, просто это изделие, оно немножко такого зеленоватого цвета получается. Он фактически напоминает фитучини верде из итальянской кухни. Конечно, то, что лапша популярна по всему миру, не исключает того, что делается она все-таки по-разному в разных регионах. И в этом смысле, наверное, есть смысл провести вот различия между азиатской лапшой и, ну, итальянской, например, да, как такой яркий пример европейского стиля. Какая разница? Разница в том, что азиатская готовится уже из соленого теста, то есть солить ее уже не надо в процессе приготовления. И еще один момент, тоже важный для азиатской китайской лапши, то, что она должна вариться в специальной минеральной воде, щелочной немножко, которая именно и добавляет ей вот этот аппетитный желтый цвет. Ну, и она просто может долго храниться, там не ломаться и все прочее. С лапшей, кстати говоря, связаны, конечно, и некоторые заблуждения, которые у нас сегодня есть в нашей кухне. Мы считаем, что стеклянная лапша, которую иногда подают там в ресторанах или, ну, в магазинах продают, вот, знаете, такая чуть-чуть прозрачная, да, длинная полосочка червячки теста, она сделана из риса. Нет, ничего подобного. Эта лапша сделана из крахмала, но это вот тоже показатель того, что даже из самого простого продукта можно приготовить блюдо, которое все равно, все равно останется в нашей памяти, и мы будем наслаждаться этим. Субтитры создавал DimaTorzok